Произошедшее с российским лайнером мы прямо сейчас с вами обсудим вместе с экспертом в области авиации, журналистом Михаилом Вахнеевым. Михаил, добрый день. Михаил сейчас появится у нас в студии, вот он. Как вы нас слышите? Давайте связь проверим. Слышу вас, слышу вас прекрасно. Отлично, отлично. Есть, я как понимаю, несколько версий. Это и выход из какого-то там ветрового покрытия, переход в другое ветровое покрытие. Кто-то говорит, что пилоты не справились. Вот расскажите, что это все-таки было по вашему мнению и как пассажирам в такой ситуации себя вести? Ну, смотрите, любая авиакатастрофа, любое авиационное происшествие, любой авиационный инцидент, это, как правило, набор различных факторов. Это либо погодные условия, либо неисправность какая-то, либо человеческий фактор, то есть ошибка пилотов. Это всегда так. Вот эти три фактора, они всегда изначально расследуются. В данном случае, с моей точки зрения, во-первых, свою роль сыграли погодные условия, там был сдвиг ветра, так называемый. Во-вторых, возможно, возможно, там была ошибка пилотов, потому что в таких погодных условиях пилот принял решение совершить посадку. Во время посадки произошло козление, так называемое. Был превышен предел вертикальной составляющей скорости при посадке, что привело к грубой посадке. И далее уже конструктивные особенности, хотя я это называю конструктивным дефектом, самолета «Суперджет» — это его основные стойки шасси. К сожалению, уже не первый раз, уже третий раз. Знаете, как говорится, один раз случайность, два совпадения, три закономерность. Вот это уже закономерность. Это конструктивный дефект, с моей точки зрения, самолета «Суперджет», когда основные стойки шасси на этом самолете не складываются при превышении максимального предела вертикальной составляющей при посадке. Ну, в данном случае мы говорим о грубой посадке. Они не складываются, как должно быть, а они пробивают конструкцию консоли крыла. А пассажирам как себя вести вот в такой ситуации? Просто все время хочется все схватить и побежать. Вот, не хватать, не хватать. Смотрите, в салоне «Суперджета» было около 100 человек. Норматив сертификационный по покиданию времени самолета — 90 секунд. Вот за 90 секунд портпроводники должны эвакуировать из самолета 100 человек. За 90 секунд, если каждый начинает вылезать, занимать проход, открывать багажную полку, доставать оттуда ручную кладь, ставить ее в проходе, это все очень усугубляет ситуацию. Поэтому я, конечно, когда увидел на видеозаписях, которые попали в интернет, то, что люди выходят с чемоданами ручной клади, ну, я, честно говоря, немножко выпал в осадок, потому что люди, ну, как-то нужно думать, и даже в таких сложнейших условиях, стрессовых условиях, ну, рационально подходить. Не надо брать ручную кладь. Все самое ценное — либо в рюкзак, который быстро достается из-под кресла, либо при себе в карманах, там, документы, не знаю, там, телефоны, пластиковые карточки и так далее. Ну, забирать с собой ручную кладь, это, конечно, я считаю неправильно. Да, ну, в общем, как вы поняли, здесь работа не только экипажа, да, огромная, но и пассажиров, которые должны не наводить панику и усугублять все, а наоборот, доверить. Да нет, конечно. Я? Нет, я, кстати, взяла бы только телефон и побежала, куда сказали. Спасибо, Михаил, о жесткой посадке российского самолета в Анталии, о том, как вообще в подобных ситуациях надо себя вести пассажиром, мы поговорили с экспертом области авиации, журналистом Михаилом Махнеевым. Спасибо. 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 Спасибо.